2015 год борьбы ужаса смерти поражений и побед для украины он стал одним из самых тяжелых и самых знаковых его можно описать двумя словами донбасс война кровавый январь 2015 обстрелянные боевиками рейсовый автобус под волновахой 12 человек погибло 18 ранено 22 января арт-обстрел остановки в донецке 15 погибших попытка террористов обвинить украину не выдерживает никакой критики услышали взрывы пробежали сюда здесь видели эту картину что разбит троллейбус взорвана машина куча трупов 24 января обстрел градами микрорайона восточной в мариуполе 30 погибших залп произошел со стороны новоазовска с позиции террористов чё там 200 и именно в январе начинается кровавая битва насмерть в донецком аэропорту за нечеловеческую выдержку и мужество его защитников называют киборгами аэропорт был взорван в тот момент когда забирали дали время забрать убитых раненых они заменили верхние этажи в результате оставшиеся там военнослужащие были погребены заживо ну как бы все оставшиеся на тот момент защитники аэропорта были убиты по данным волонтеров аэропорту оставили свои жизни более полутора тысяч украинских военных и 14 с половиной тысяч террористов не мажутных претензий до військовых вон и выконали свий наказ до кинца бабиши того вон и увешли в новотнюю украинскую историю самая как украинский киборги як символ с вытягивания украинской зброи в январе же начинается еще одна страшная битва года дебальцева феврале ситуация становится критической украинские военные оказываются зажатыми с трех сторон его взять превращивался как раз минску 2 мы помним как путин выскакивал каждые пять минут он все ждал доклада взяли дебальцева или не взяли уничтожили украинские войска оказавшиеся мешки или не уничтожили 11 12 февраля минск тут нормандская четверка решает судьбу украины новые мирные соглашения вступают в силу 15 февраля но бои прекращаются только после полного взятия дебальцева террористами ильки жертва и тиркист территориальных трат фактично спонукала украина слисты за новый стиль перемены який вешал в историю як минс 2 официальная статистика 179 погибших украинских воинов и около трех тысяч боевиков то есть они вкидали в бой в прибывшие мясо из числа социальных элементов из оккупантов из граждан сопредельного государства у которых там один рожок только был и бросали просто на убой конец февраля минск-2 начинается скрипом работы впервые от линии соприкосновения террористы отводят тяжелое вооружение обстановка в зоне антитеррористичной операции стабилизуется за минулую ночь не было зафиксовано жодного обстрела наших позиций специальная мониторинговой миссии обсе отмечает что сегодня обе стороны заявили об отводе тяжелых вооружений от линии фронта 17 марта верховная рада признает отдельные районы донецкой и луганской областей временно оккупированными территориями террористы негодуют законопроект поданный президентом украина верховная рада должен был согласован с донецкой и луганской народной республики весна не приносит долгожданной тишины перемирия все больше напоминает обычную войну продолжаются начавшиеся в феврале ожесточенные бои за широкина террористы ожидаемо только имитируют отведение тяжелого вооружения обстрелы начинаются каждый раз сразу же после отъезда мониторинговой миссии обсе есть много факторов и много свидетельств украинских военнослужащих что сразу же после отъезда миссии бассе буквально с интервалом там 30 40 минут начинается обстрел именно тех блокпостов и тех военных частей где находят где перед этим были инспектор обсе 16 мая в плен к украинским патриотам попадают два российских военнослужащих евгений ерофеев и александр александров момент задержания бойцы признали что являются военными из 3 бригады специального назначения групп дислокация город тольятти для всего мира это стало доказательством именно российской агрессии в донбассе захват игрушников случился как бы я понимаю случайно то есть мы понимаем теперь уровень этого хваленого российского мы видим как они по-скотски себя ведут в зале суда то есть ну и что русский игрушников захватил мобилизованный комбайнер тракторист или кто-то он как любит выражаться лето 15 3 июня террористы переходят наступление на маринку силы днр с 4 с 4 утра наступать на украинский военных которые обороняют райцентр то есть здесь фактически идеально сработали наши вооруженные силы начиная представители разведки которые точно предсказали что как и будет заканчивая высшим зерном в бою за маринку потери боевиков и украинских военных несопоставимы по официальным данным во время столкновений погибли четверо украинских воинов счет погибших боевиков идет на сотни в дюре артиллерии мы порвали в куски мяса этих товарищей то есть там только на второй день по нашим данным которые мы собирали там морга в больницах донецка было порядка двухсот двухсотых это уже не говоря о том что там гуски мяса человеческого просто валялись по полю но их никто естественно идентифицировать не будет за несколько месяцев с начала года украинская армия окрепла и сформировалась окончательно украинская армия продемонстрировала что она готова скажем до введения як контрнаступальных так успешных наступальных боев все стосуется от самая боев на колом марии все это время самыми горячими точками оставалась станица луганская и населенный пункт счастья генерующая станция я живет энергией практически всю луганской области як окупованную части не так и поведена и ту частину яка находится под контролем зсу тому відповідно контроль за цим местом был одним з найвирешальніших моменте 2015 року украинские военные сумели сохранить контроль над этими населенными пунктами ночи станки там и намеки после обстреляли счастья трое наших військовых поранене защищаем чтобы враг не пришел домой ко мне то есть защищаем украину относительное затишье наступает уже в середине лета а в сентябре впервые за короткий период орудия замолкают полностью вчера на сходе украины становился полное за тысячи тишина на фронте скорее всего связано с выступлением президента рф путина на генеральной ассамблее оон в нью-йорке ничего не должно было опорочить имидж диктатора вы хоть понимаете теперь чего вы натворили в октябре рэф начинает новую многоходовки открывает второй фронт в сирии это приносит небольшое облегчение донбассу россии против боевиков группировки исламское государство в сирии под натиском нашей авиации террористы спешно покидают позиции у них сейчас прошла ротация наиболее отъявленных набирают в сирию после определенной подготовки они поедут удобрять собой сирийскую землю уже после донбасса за год украинская армия оформилась и окрепло утверждают специалисты сегодня это реальная сила способна оборонять и вести наступление в целом то что мы в этом думаю моменте у нас армия состоялась но изменилась и армия террористов в начале года это были многочисленные но плохо организованные формирование наемников это было скупчиня окремых загонев и кожен из яких дьяв на власный рост то теперь все сведено до российского принципу корпусного форму ваня септо створене корпусы перший другий народные так званой армии лнр и так само перший другий корпус и народная армия днр то есть сегодня на донбассе создали четкую структуру подчиняющуюся напрямую военному командованию рф и витку видна в днр так сама прошла хвиля зачистки независимых полевых командирю начиная с января 15 неугодные террористы уходили в мир иной один за другим первым ликвидировали командира батальона бэтмен александра беднова сансович беднов погиб его подло из засады расстреляли и вместе с ним расстреляли его охрану и понеслось вслед за бедновым отправились алексей мозговой евгений ищенко с позывным малыш еле успели унести ноги атаман николай казицын александр гайдей дольше остальных продержался паша дремов 12 декабря ликвидировали и его луганской народной республики погиб лидер местных казаков павел дремов он ехал на собственную свадьбу когда его машина подорвалась на мине все погибшие или скрывшиеся были нелояльны к террористу все я лнр игорю плотницкому окружение беса мы вспомним когда без удали уйти то скажем его замови лояльных людей добивали в окружности 100 километров за ними была объявлена охота фсбшники любая самостоятельность кремлем не приветствуется все силы должны подчиняться только рф говорят эксперты это основная причина зачистки полевых командиров так называемых днр лнр уходящий год стал годом войны и потерь для украины сотни патриотов сложили свои головы в борьбе за счастье и независимость украины все это не было зря уверяют эксперты за год слабая и растерянная украинская армия стала мощным воинским формированием современным оружием и боевым опытом военные эксперты не прогнозируют следующем году обострение ситуации и массовых жертв тем не менее тлеющий конфликт пока не собирается гаснуть покрыть